Привет всем моим Пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг, и я знаю, вы соскучились, я тоже безумно соскучилась по гипер, мега, яркому, сочному, мощному макияжу глаз. И в этом видео как раз-таки будет просто взрыв цвета, света и интересных текстур. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх. В нем будет полно бьюти лайфхаков, которые упростят нанесение вашего повседневного макияжа. Поэтому большой пальчик вверх и подписка на мой канал. Если пальчик не липнет, значит основа под тени от марки Too Faced уже подсохла. И перед тем, как нанести супер яркие цвета и все их смешать воедино, я использую канцелярский скотчик. Обычный канцелярский скотчик поможет идеально создать форму стрелок. Вот эта вот палеточка от марки Бьюти Бэй, очень яркая, сочная. И возьму вот такую закругленную пушистую кисточку. И вот этот розовый матовый по текстуре оттенок нанесу на территорию века до середины. Люблю, когда в самом начале видео уже прям яркость. Теперь берем эту же кисточку, она уже испачкана. И чтобы цвета не смешивались, мой личный лайфхак. Обычная тряпочка из микрофибры, купленная в обычном хозяйственном магазине. Делаем фоп-фоп-фоп и весь лишний пигмент с кисточки переходит на тряпочку. При этом кисточка сухая, чистая и готова наносить следующий оттенок. И следующим оттенком из этой же палеточки я возьму вот этот фиолетовый матовый по текстуре оттенок. И нанесу его чуть ниже розового цвета. Теперь приступаем к синенькой палеточке от Revolution London. И вот такой широкой пушистой кисточки и этого матового по текстуре оттенка Iceberg. Его мы наносим на оставшуюся светлую часть территории века и аккуратненько подводим ее к уголку. Начинаем вырисовывать облачка. Чем вырисовывать? При помощи высветляющей основы под тени от Revolution London. Она уже с кисточкой, но для большего удобства и точности прорисовки я буду использовать вот такую закругленную пушистую плотную кисточку. И в несколько этапов будем прорисовывать облачка и высветлять территорию подвижного века. Признаюсь честно, это была кропотливая работа, но она того стоила. И я немножко помогла самой себе в создании этого контура. Я использовала еще кисточку, купленную в магазине для художников из синтетического волокна. И стоила она всего 40 рублей. То есть, если что, есть магазины для художников, где очень много хороших кисточек. Revolution London Forever Flawless Birds of Paradise. Или, как я ее называю, палеточка с попугайчиком. И вот этот матовый белый-белый оттеночек, вот такой плоской, но немножко закругленной кисточкой, я нанесу не на всю высветленную часть, а только по кантику этих лепестков или облачков. Берем синенькую палеточку, эту же синенькую кисточку, которой мы рисовали уголочки. И дорисовываем уголки от середины подвижного века, плавненько подрастушевываясь к хвостикам. Яркость из блесток в палеточке Shine Bombita от марки Seven Days. Кстати, эти блестки уже с прозрачной гелевой текстурой и не требуют под собой праймеров. Берем вот такую плоскую закругленную кисточку-лопаточку, и я буду использовать два цвета блесток. Вот эти вот прозрачненькие и вот эти вот синенькие. Прозрачненькие я нанесу на светлую часть, а синенькие нанесу на синие стрелочки и немножко подрастушую. Закругленную пушистую кисточку, снова эту палеточку. Ее просто неудобно открывать в кадре, а так палетка замечательная. И вот этот нюдовый цвет яичной скорлупы, оттенок я наношу плавненько-лёденько под брови. Триумфально снять канцелярский скотчик, который уже намертво прирост к моей коже, но он крепится не супер мощно, поэтому кожа цела, все цело и все ровно. Так, и второе. Все лишнее осталось на скотчике, блестки не осыпались и стрелочки выглядят ровно. Теперь можно откорректировать территорию под глазками с помощью консилера, промокнуть излишки спонжиком и украсить территорию нижнего века. Пройдусь тушью по верхним и нижним ресничкам и в моем фирменном любимейшем случае Huda Beauty накладные ресницы, куда же без них. В данном случае это ресницы Саша 11. Для оформления территории нижнего века я буду брать те же самые цвета, за маленьким исключением, у основания глаза на территории нижнего века я буду использовать вот такую зауженную буферную пушистую кисточку. Подведем итог всего этого цветового безумства. Это было просто, это было быстро, это безусловно ярко. Я понимаю, многие из вас зададутся вопросом, ну и куда идти с таким макияжем или для чего это все? Ответ прост, для настроения. Вот для настроения. Вот я накрасилась и сразу прям настроение веселое настроение, радостное. А когда ты радостный изнутри, то ты радостный и снаружи. И это чувствуется. Поэтому это все ради настроения. Ну и, конечно же, яркой фотосессии. Если у вас нет таких цветов или текстур, которые я использовала в этом видео, не стоит отчаиваться. Просто берите те цвета, те текстуры, которые у вас есть в косметичке, которые сочетались бы между собой или же даже еще веселее не сочетались бы вообще. И по той же технике наносите их на глазки. Будет ярко и очень-очень интересно. На данный момент это, безусловно, самый яркий макияж глаз, который я только проделывала над собой. И саворазовый. Мне нравится. Пишите свое мнение по поводу этого образа в комментариях под этим видео. Также пишите по поводу тех образов, которые вы хотите увидеть по технике и повторить это вместе со мной. Все читаю, все отвечаю. Всегда в курсе. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать мою креативность на регулярной основе своими большими пальцами вверх. Столь сложный мировой период, это для меня очень важно, поэтому большой палец вверх, подписочка на мой канал. Не забываем поставить колокольчик, так как видео выходят в регулярном режиме, несмотря ни на что. Ну а вам хочу пожелать яркого, теплого, летнего, креативного настроения и только позитивных бьюти эмоций. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пус Пинк. И до скорых ярких встреч.